всем здравствуйте чуть-чуть подожду пока вы присоединитесь здравствуйте здравствуйте елена здравствуйте всем доброго дня благодарю вас за ваши сердечки здравствуйте всем доброго дня я рада вас видеть спасибо большое что вы нашли время поприсутствовать онлайн благодарю вас и сегодня у нас тема тема которая давно в воздухе висела и мне хотелось сегодня поговорить об этом сделать с вами практику для того чтобы эту тему с вами прочувствовать тема создания без стресса что что у вас большинства людей ассоциируется любое создание любое зарабатывание денег любые какие будто не было создание в нашей жизни через огромный стресс и как часто вы замечали возможно что это происходит буквально на автомате здравствуйте любовь здравствуйте девочки как часто вы замечали что происходит вот это состояние напряжения которое сопровождается любыми абсолютно нашими действиями причем практически на автомате очень часто состояние напряжения мы с вами даже не осознаем и этот процесс он очень-очень затягивает то есть когда мы с вами начинаем что-то создавать мы начинаем буквально попадать в состояние напряжения автоматически и начинаем присутствовать в нем очень долго естественно испытывая буквально свое тело на прочность и вот пока нас что-то не остановит какое-то состояние дискомфорта в теле еще что-то мы с вами не останавливаемся и вот на эту тему я хотела как раз и поговорить что если можно создавать минуя это состояние что если можно выбрать что-то другое если его осознавать и вот сегодня я предлагаю посмотреть в эту сторону для того чтобы у вас появился выбор потому что когда мы с вами начинаем осознавать какие-то вещи у нас всегда появляется выбор выбрать что-то другое если вы с вами не осознаем их если мы с вами на автоматизмах действуем у нас выбора нет мы мы это просто проживаем и испытываем на прочность наши тела и в результате когда у нас происходит сбой в телах мы принимаем это как данность и говорим ну жизнь такая да потому что вот повестка дня тяжелая потому что работа тяжелая деятельность тяжелая так далее вот эту тяжесть мы очень многие воспринимаем как неотъемлемую часть нашей жизни что если можно по-другому безусловно это не на ровном месте у нас возникли такие вещи не на ровном месте у нас стресс стал часто неотъемлемой частью нашей жизни разных сфер жизни это про создание я говорю не только о создании каких-то результатов на работе или еще что-то здравствуйте луиза безумно рада вас всех видеть часто очень у стресса с вами спутываем знаете когда в отношениях мы загоняем себя в стресс мы что-то себе придумываем мы опасаемся мы тревожимся мы мы очень много чего придумываем для того чтобы тревожиться для того чтобы напрягаться и по одной простой причине фишка то в том что мы с вами нас научили что там где тяжесть якобы там ценность правда ли это для вас задайте себе этот вопрос как это ощущается неужели там где тяжесть это ценно и неужели там где легкость это совершенно ничего не стоит что если мы с вами можем осознать что там где легкость там и есть ценность а там где стресса нет здравствуйте являем здравствуйте там где мы с вами испытываем легкость как правило там самые большие результаты создание из расслабления это просто секрет больших результатов но это мало кто осознает этом в это мало кто смотрит потому что в нашем мире в нашем в нашем пространстве до нас учили когда есть напряжение когда есть огромный труд то мы заслужили отдых мы заслужили похвалу мы с вами вписываемся в некие рамки правильности мы с вами такие молодцы а если вдруг нам что-то приходит легко в этой жизни мы начинаем слышать ой да и повезло ой да и это просто дали ой да это просто сечение обстоятельств и ваши заслуги они как бы минимизируются в глазах других людей то есть первое что я бы хотела сказать очень важно осознавать что у вас будут судить и быть готовыми к этому потому что на самом деле в этом нет ничего страшного когда вас судят я вам сейчас скажу какую новую установку я вам порекомендую которую я себе когда-то взяла очень крутую рада что я слышу я как раз задавала вопрос целую неделю почему выбираю тяжелый путь до дело в том что катерина мы выбираем очень многие такой путь потому что нас приучили к тому что это правильно это вписывается в такую социально одобряемую какую-то модель модель созидания у меня сразу же тело реагирует мурашками вот у меня тело реагирует на мурашки это когда истина для нас и вот когда нас учили вспомните да хорошо потрудился неделю значит можешь отдохнуть а что если можно создавать без вот этого напряжения и и и и и какого-то надрыва здравствуйте девочки дорогие присоединяющиеся здравствуйте что если можно создавать без напряжения без надрыва за рамками стресса из расслабления и какие деньги и какие возможности тогда становятся возможными это ведь невероятно я могу сказать по своему опыту огромные только тогда когда вы действуете из расслабления из состояния вот этого кайфа и вот в этом очень много такой вот это соль самое настоящее но не каждый готов это осознать сразу я предлагаю сегодня в это посмотреть по примеряться и попробовать попрактиковать это в своей жизни сейчас возможно это будет не сразу получаться возможно это будет попозже получаться но это точно начнет получаться и когда вы начнете из расслабления создавать большие результаты вы просто обратите внимание насколько это выгодная стратегия насколько невыгодно напрягаться напрягаться имеется в виду я не говорю про то что не надо действовать что надо просто бездействовать я сейчас не про бездействие но я говорю о том что можно действовать из расслабления как это возможно для вас почему это так важно и почему я решила сегодня об этом поговорить потому что когда мы с вами в напряжении мы с вами не можем получать вот обратите внимание какая штука когда мы с вами напрягаемся когда мы с вами в стрессе мы с вами поднимаем те самые пресловутые барьеры, о которых я рассказывала. Что это такое? Это такой некий забор энергетический, который вокруг нас, и мы как вот Рапунцель в башне сидим, вся жизнь там происходит очень кайфовая, очень интенсивная, веселая, там ярмарки, там люди, там наслаждение, но мы отгораживаем себя от этого всего вот этим забором. Вот когда мы в напряжении, наши барьеры поднимаются автоматически, и мы не можем получать в том объеме, в котором могли бы получать, если бы мы не напрягались так сильно. То есть можно действовать, можно создавать, но из другого состояния. И это в вашей, как сказать, в вашей власти его поменять. Из состояния присутствия. Как только вы будете его осознавать, сейчас у вас просто есть возможность его осознать, что очень часто мы начинаем напрягаться. Это и суета в том числе. Когда мы начинаем суетиться, мы буквально себе обрубаем получение. Приведу пример. Вы начинаете действовать, у вас какая-то сделка намечается очень крупная, вы начинаете суетиться, напрягаться, и сделка срывается. Либо повышение по службе срывается, либо какой-то контракт, либо еще что-то. Но то есть это происходит от того, что мы реально в этот момент, когда мы начинаем суетиться, вместо того, чтобы быть в вопросе, каким я вкладом могу быть здесь, какие у меня варианты, какие у меня выборы тут есть, какие возможности вот это все для меня открывает. Привет, Наташенька! Привет! Привет, девочки! Безумно рада вас видеть. И когда мы с вами начинаем осознавать, что мы с вами вот все скукожились в этом напряжении, у нас есть возможность поменять состояние. Вот поэтому я сегодня предлагаю обратить на это внимание. Что? Ответить для себя на эти вопросы. Во-первых, для начала, вот сейчас, прямо в начале лекции, перед тем, как мы с вами перейдем к практике, я хотела бы, чтобы вы для себя сейчас накидали, возможно, на листочки, возможно, в заметках, возможно, где-то просто у себя сейчас пока в уме, что такое для вас стресс, какие понятия у вас прямо сейчас, определения в голове появляются. Их может быть хоть сколько. Потом я рекомендую сделать прямо отдельно, уделить этому время и прямо примерно 50 определений написать, прямо много. Напишите, сколько определений у вас есть на тему, вот все, что всплывет на тему, что такое для вас стресс. И здесь, возможно, всплывет все подряд вообще. И напряжение, и опасность, опасения за что-то, и тревоги, и страх, что не получится. Здесь будет очень много всего. И вот когда вы вот это все напишите, возможно, нехватка денег тут всплывет, опасения, что контракт, допустим, там слетит, или еще что-то. То есть вот это все вы выпишите для себя, все то, что вгоняет вас в стресс, посмотрите на это. Уже даже это вам даст много осознанности. Вероятно, половина у вас, ну, вы прям посмотрите и глянете, что там даже оснований-то стрессовать нет. Но дальше мы с вами сделаем практику для того, чтобы поработать с этими определениями, которые у вас в голове есть. Дело в том, что такие определения есть у нас у всех. И у кого-то больше, у кого-то меньше. И все это, безусловно, родилось в ненародном месте. Потому что когда-то, когда мы с вами росли, мы слышали очень много, да и сейчас тоже часто слышим такое. Происходит какая-то ситуация и в качестве поддержки от близких мы можем слышать «ты сильная, ты выдержишь, ты справишься». Но что если сила — это не напряжение? Что если происходит некая подмена понятий? Что если ваша сила — это ваши способности? Это ваше умение трансформировать ситуации? Что если ваша сила — это осознанное создание вашей жизни, ваших результатов, денег, отношений, здоровья? Вот в чём сила. А не в создании вот из какой-то дикой суеты. Что если это не сила? Что если перенапряжение, пока у вас пупок не надорвётся, это вообще не связано с силой? Вот насколько у нас, у многих, нет ясности с тем, что же такое сила и что же такое напряжение, и насколько оно вообще необходимо для того, чтобы наши результаты были цельными? Что если можно создавать гораздо больше из расслабления, гораздо большие результаты? Поверьте, это даже в деньгах соизмеримо, насколько больше вы можете создавать из состояния расслабления. А состояние расслабления, безусловно, мы создаём сами себе, и если мы не будем осознаны на этот счёт, наш мозг очень быстро будет уводить нас в суету. Именно поэтому сегодня я хочу на эту тему с вами прямо посмотреть как можно глубже, потому что создание без стресса, поверьте, это прям новый взгляд на созидание, это прямо реально новая парадигма, новый фокус внимания, вот новый, так скажем, ракурс, с которого можно посмотреть на создание своей жизни, на создание всего, что вы делаете, абсолютно, потому что вы великий созидатель, каждый из вас что-то создаёт очень, ну много создаёт, то есть ваша жизнь это результат вашего создания. И что если можно создавать крутые результаты, совершенно легко? Да, так тоже можно. Вот это удивительно, но так можно. Самое главное позволить себе это. Для начала мы начинаем всегда с осознанности, мы осознаём сначала, что это есть. Да, не судим себя за это, признаём, это есть. Так нас научили, окей, так в нашей реальности социально одобряем, вот так в нашей реальности типа хорошо, типа правильно. А что если вы не будете больше вписываться в эти рамки правильности в этом отношении? Что если вы позволите себе немножко выйти из системы и быть немножко другим, быть немножко другой? И вот поверьте, в этот момент вы столкнётесь с тем, что люди будут думать о том, что ну вы незаслуженно получили какой-то результат. Ведь вы же не напряглись, всё так в расслаблении. Но поверьте, сколько раз в вашей жизни вы получали просто таким образом, что вы что-то запросили. В том же ресторане вы заказали блюдо, и вам принесли, вы же не готовили его. Здесь же позволено вам это правильно сделать, заказать блюдо и получить. Либо запросить деньги, и они приходят вам, ну допустим, на какое-то обучение. Что-то запросили, как я учила вас, да, техника вопроса. Запросили, получили, запросили, получили. Что, если так можно во всём? И что, если для этого напрягаться не надо? И то же самое можно не просто запросили, но и запросили, что-то поделали без стресса, из расслабления, и получили это легко. И вот, конечно же, вы будете однозначно сталкиваться с тем, что люди будут это обесценивать. Потому что людям надо же как-то это, ну, объяснить, да, ваш успех, и объяснить своё бездействие, своё неумение создавать из расслабления. И вы будете с этим сталкиваться. И вот тут я вам очень рекомендую такую крутую точку зрения взять в свою реальность. Я её себе взяла. Работает на 100%. Когда вас судят, ну, допустим, вас кто-то обесценивает, вы это чувствуете, либо знаете просто, вы вам кто-то сказал, либо вам в лицо сказали. Про себя. Вот создайте себе эту идею. Судите меня, дорогие люди, и пополняйте тем самым мой банковский счёт. Это правда работает. То есть, когда вас судят, у вас пополняется банковский счёт. Как наша точка зрения, вспоминаем, создаёт нашу реальность. Если вы возьмёте себе эту точку зрения, вас вообще не будет смущать никакое осуждение других людей. Поверьте, судить люди будут, судили, и это вообще норма жизни. У каждого свои мотивы это делать. И, как правило, это связано с тем, чтобы они оправдали как-то своё бездействие. Это абсолютно такой понятный механизм, и, ну, как бы просто позволить этому быть. Вспоминаем понятие осознанности. Это позволение быть всему. Ничего не исключаем, и, соответственно, ничего сами не судим. Почему так? Потому что, когда мы с вами судим, мы с вами не можем получать от этого. Что, если вы даже можете получать от осуждения? Вот вас осудили, и вы можете от этого получать. Ваш банковский счёт будет в этот момент пополняться. Крутая идея? Крутая, я считаю. Я буду рада. Ой, спасибо за сердечки, девочки. Класс. Да, девочки, да, Мария. Правда, прикольно. Это на самом деле такая неочевидная совершенно, ну, как сказать, ну, неочевидная точка зрения, но если она у вас будет, она действительно будет работать вот определённым образом. У меня так работает, потому что осуждения всё равно будут. Никогда вы не сможете донести до людей, что не надо меня судить, я такая вся молодец. Ну, как бы нет. Это будет. Что вы можете от этого получить? Как для вас это может работать? Напрямую на ваш банковский счёт может приходить больше денег с разных совершенно источников. Да, девочки, берите себе. Это очень прикольная тема. С разных источников. Совершенно не обязательно, что от этого человека, ну, поверьте, у меня есть такое. То есть я, допустим, слышу от кого-то там, типа, ну, Лиля, ну, как же так можно? Ну, невозможно вот так. Я говорю, окей, для вас невозможно в моей жизни так возможно. И тут же ко мне приходит на банковский счёт что-то на мою карту, какие-то поступления. Валя, вот так тоже может быть. Ну, это просто, ну, вот так работает в этом мире вопрос получения. Чем больше расслабления, чем больше позволения, чем больше вы таких создающих точек зрения, тем больше вы имеете. Круто? Да. И я считаю, что это просто невероятно облегчает жизнь. Потому что раньше я, как и вы, очень сильно напрягалась. И более того, иногда я замечала, что я напрягаюсь очень сильно. Девочки, я благодарю вас за комплименты. Да, берите себе, пожалуйста, на вооружение, потому что это такая простая идея, но она такая крутая. Она очень сильно изменила моё отношение вообще к тому, что люди всё равно судили и судить будут. И меня это перестало цеплять в определённый момент. Ну, то есть я стала некой такой прозрачной для осуждения. То есть люди, допустим, ко мне, как в пинг-понг, направляют шарик, да, игра в пинг-понг, вспоминаем. И я не отбиваю этот шарик какой-то в ответ претензии либо оправданием. Я просто для него прозрачная. Он просто пролетает мимо. И конфликта нет. То есть мне всё равно, что кто-то там судит. И для меня это даже прикольно, потому что по большому счёту это работает на меня. Что касается... Почему, кстати говоря, реагировать на суждение очень невыгодно? Потому что вы в этот момент тоже поднимаете барьеры, и вы не можете получать от этого человека. А вы представляете, я вам дала формулу, когда можно получать даже от суждения. Вот эта осознанность, она не исключает ничего, не судит ничего, и не реагирует, получается, да. У нас с вами есть выбор. Мы пойдём в реакцию на осуждение, либо мы с вами получим от этого. И это, конечно, наш выбор. Что вы выбираете? Это прикольная тема. И я прямо на своём опыте вам это подтверждаю. Так вот, получается, что мы... Когда-то я работала в судебно-правовой работе, это было большое количество стресса и так далее. И если мне вдруг удавалось выйти за рамки стресса и создать какой-то результат хороший из расслабления, для меня это было феноменально и случайно, по большому счёту. И я действительно получала огромное количество каких-то неодобрительных взглядов, как это возможно. Наверное, тебе просто повезло в суде, что ты так легко его выиграла, так легко и не напрягаясь. То есть вот этот компонент напряжения для многих является совершенно необходимым компонентом для того, чтобы ваш результат был ценен. Что если это всего лишь навязанная формула, которая не работает? Что если эта формула не даёт возможности вам получить большой, действительно по-настоящему большой результат? И девочки уже писали здесь, что да, из расслабления... Вот, Мария, да, про расслабление и высокий результат согласно на все 100% проверено на себе. Именно так. Когда мы с вами, в расслаблении, мы с вами можем получить кратно больше. То есть мы с вами создаём из расслабления, я сейчас не про то, что мы лежим на диване и ничего не делаем, а про то, что мы с вами делаем, но из-за состояния лёгкости. И это не про то, что это само собой прям происходит всегда, но мы с вами чувствуем это. Если мы чувствуем, что мы перенапряглись, даже вопрос, как может быть легче, может поменять вашу энергию и энергию ситуации. И она начнёт меняться, и будет возможность реально создавать легче. И это может быть всё что угодно. Создаём, я вот говорю, создавать, это не обязательно по какой-то труд, да, что-то делать. Мы с вами даже иногда ничего не делаем, а уже создаём. То есть я вот в любой момент, любой элемент созидания, любого созидания. Очень важно осознавать, что не надо тащить на себе какие-то задачи до того момента, пока не исчерпается ваш запас прочности. Не надо издеваться над собой, не надо издеваться над телом. Это та история, которую мы с вами все взяли, купили, так скажем, свою реальность. Не купили, я имею в виду, что это то, как мы с вами воспитывались, что вот этот вот тяжёлый труд – это социально одобряемая история. Что, если это просто большой обман? И не в смысле обман какой-то умышленный, да, а обман с точки зрения, ну, такой вот глобальном смысле. У меня есть ролик такой, я в канале выложу буквально сегодня у себя в Телеграме, на тему, что самая большая ложь в мире – это то, что всё сложно. Всё, что сложно – это ложно. Я много об этом говорю и на классах, и на вебинарах. Всё, что легко – это как раз-таки там и большие результаты, там, где всё делается в лёгкости. Когда у нас идёт через суету, через напряжение, через усилия, через вот этот вот надрыв, как правило, там больших результатов мы не достигаем. Почему? Потому что это, как правило, либо достигаются такие приличные результаты, но какой ценой? Потом огромное количество усилий идёт на восстановление. Вспомните, сколько таких было случаев, когда вы приходите к результатам, и вроде бы как бы и хорошо, но удовлетворения нет, тела, состоянии просто никаком. И мы бежим восстанавливаться, мы бежим в клинике, мы бежим на массажи, чтобы хоть как-то перевести себя в порядок. А что, если это не требуется делать? Что, если можно получить гораздо больше результат без восстановления вот этого натужного после? Потому что мы с вами зачастую очень заработали, создали классный результат, а потом идём восстанавливаемся на эти деньги. Реально так работает для вас? Вот это вот, посмотрите просто в эту сторону. Это, да, это и для мужчин работает, безусловно. Это работает абсолютно для всех. Нет, это новый взгляд на создание. И что самое удивительное, это, ну вот, это реальность. Это абсолютно не моя какая-то иллюзия. Так устроен мир, то, что вы верите, то вы получаете. Если в вашем мире, в вашей реальности, у нас у каждого своя реальность, да, если в вашей реальности идея вот этого пахать до изнеможения имеется, посмотрите в эту сторону. И очень часто у мужчин эта идея. Огромное количество людей, которые имеют хорошие финансовые результаты, большой бизнес, но они так изматывают себя, что они уже в определённом возрасте уже не способны получать удовольствие от жизни, хотя они имеют большие финансовые, но толку нет. И вот стоило ли того, вот это напряжение многолетнее, тело, оно же тоже не бесконечный ресурс имеет. И что если быть добрыми к себе, это не про то, что, ну, просто покормить себя там три раза в день. Что если это и есть доброта к себе? Что если это и есть не доводить своё тело до истощения? Что если можно создавать совсем по-другому? Спасибо, девочки, огромное за вашу обратную связь. Ценные слова, следите за состоянием. Да, девочки, в этом и есть осознанность. Сто процентов. Сначала напрягалась, а потом расслабляюсь, а потом расслабляемся, но может быть иначе. Сразу из расслабления действовать. Да, именно так. Очень часто себя загоняем, девочки. И это именно из-за того, что нас, ну, мы так видели, так жили наши родители, так жили наши бабушки и дедушки. Там вообще было дикое выживание. Вспомните, там было послевоенное время. Там было такое время, что там только напряжение. И, конечно, нам передали эту модель жизни, что без труда не вынесли, что нужно хорошо поработал, хорошо поел. И мы с вами мужественно боремся с жизнью, мужественно боремся с обстоятельствами. Что если не надо бороться? А что если можно запросить, чтобы было легче, поймать своё состояние, отследить его, поменять в моменте и посмотреть, как начнёт всё разворачиваться? И это прямо совсем, опять же, другая парадигма. Это совсем другая формула создания, что ли. То есть это может быть даже сложно пока восприниматься будет вами, но со временем, если вы начнёте это внедрять в свою жизнь, для вас это станет совершенно естественным процессом. Это даже не потребуется потом как-то отслеживать. Это будет прямо реально навык. Я полностью согласна, так и осознала, что раньше так работала и изматывала себя. Те же деньги из состояния расслабления и работаю три часа в день. Да. И из состояния лёгкости. Да. Девочки, я скажу вам больше. Если у вас это состояние станет вашим навыком, вам будет больше приходить денег. Понимаете? Это просто феноменально работает. Я раньше просто сидела вот с девяти до шести целый день. Просто работала, погрузившись в эти бумаги. И напряжения хватало в моей жизни. Столько ему было, потому что это судебно-правая работа. Это в принципе напряжение постоянное. И я настолько не осознавала, как это не работает. Но мне казалось в тот момент, и это было так, что ты молодец, у тебя очень такая работа, ну серьёзная, статусная. Сколько там стресса. Ты крутая. И вот эта вот история была такая, что я себя чувствовала. Мне это как-то прям компенсировало. Ну это же хорошо, это же социально одобряемо. И родители мои гордятся, всё супер. А то, что у меня там доход был вот такой, а то, что у меня позволение было вот такое, и я вечно вот в таком состоянии, и у меня периодически дёргается глаз, вот я этого не осознавала. А в какой-то момент я просто поняла, что у меня очень сильно болит спина. И это прям реально начался в тот период времени. Моё тело просто начало бунтовать. Она говорит мне о том, что, дорогая, что-то надо поменять в этой ситуации. Но я, конечно, не сразу это поняла, и тело своё не сразу услышала. И когда я пришла на первый свой класс, вот класс баров, я тогда впервые поняла, что, оказывается, из того напряжения я и получать-то не могу. То есть я реально, я не могла вот этот вот момент, о да, я также в суде работала, а потом узнала, что есть другая жизнь без статуса помощника судей. Да, Мария, вот вы понимаете, о чём я говорю. А там просто, там в воздухе этот стресс висит. Там все в стрессе, там по-другому невозможно. И это типа норма. И если я туда потом в какой-то момент, а я голосовала за это платье, да-да-да, я в столе сголосовала, просила помочь мне с выбором платья, в итоге оба взяла. Да, это я просто в Москве буквально подвчера, прямо перед самолётом, у меня был маленький шоппинг. Вот, так вот, сейчас для меня расслабление и создание из лёгкости, это естественное стало состояние, и этому очень поспособствовали бары, ребята. Очень. Потому что, когда я получала сессии баров, и сейчас регулярно это мой образ жизни получаю, вот это убеждение, оно очень быстро стёрлось из моей головы, что должно быть какое-то напряжение. Оно не сразу стёрлось, но очень быстро. То есть в барах мы учимся получать из расслабления как раз-таки. Наше тело расслабляется, мы получаем бары. Ну, аксесс бар, да, это та самая модальность, собственно говоря, о которой я вам рассказываю. И здесь, конечно, ну, сказать, что это для меня сработало потрясающе, это ничего и не сказать. Это поменяло прям вообще мой взгляд на жизнь. Что, оказывается, можно создавать крутые результаты, вообще так не напрягаясь, а действуя из наслаждения, из удовольствия. И это новая точка зрения, это правда новый взгляд на создание. Это совершенно не похоже на то, чем у нас с вами учили. И сейчас, когда на это смотрят мои близкие, которые ещё недавно, там, год назад, они говорили о том, что, ну, как же так возможно, это похоже на фантастику, для того, чтобы что-то получать, нужно прям уже трудиться. Сейчас они абсолютно согласны с этим. Они смотрят на мою жизнь и понимают, что, да, это реальность, это никакая не моя фантазия. И теперь они даже меня спрашивают, как же это возможно? Ну, и, собственно говоря, даже обучились паром у меня, и мама, и многие другие из моих близких, и теперь они понимают, о чём идёт речь. Так что никогда не поздно начать, осознавать для начала, а потом перевыбирать. То есть с вами сегодня у нас есть реально возможность осознать это и посмотреть в эту сторону, а значит, есть возможность это изменить. Именно с осознания всё начинается. Пока нет ясности с этим, пока мы вот в этом, как заведённые носимся, мы не можем ничего поменять. Вот с осознанности начинаются любые изменения. Баром я недавно совсем в Москве делала класс баров. Следующий класс будет, девочки, 30 мая. Если вам интересно, вы можете уже регистрироваться на этот класс. Я уже открыла регистрацию на него, пока ещё не анонсировала, но вы можете регистрироваться 30 мая. Все, кто не попал на класс, который был 7 мая, «Добро пожаловать», потому что класс был потрясающий. Это те знания, которые на этом классе даются, которые буквально перепрошивают наше мышление и меняют нашу парадигму. Немножко сдвигается восприятие мира, мы начинаем понимать, что можно создавать жизнь совсем по-другому, из совсем других точек зрения, так скажем, из другого ракурса. Это очень круто. Вот сегодня мы с вами рассматриваем конкретную тему, тему создания без стресса. Да, девочки, 30 мая в Москве состоится класс. Если вам хотелось бы на него попасть, вы можете ко мне в личку написать, я вас зарегистрирую на него, нужно будет делать это уже заранее, чтобы у меня была возможность всё спланировать. Да, буду рада вам, кто выберет 30 числа. Спасибо, Наташа. Да, это был потрясающий класс совершенно. Девочки подобрались просто космически. И, ну, я не знаю, это больше, чем класс, это больше, чем обучение. Это что-то совсем-совсем иной глубины. И я могу сказать, что это те вещи, которые кардинально меняют наше мировосприятие. И это реально очень сильно поменяло мою жизнь. Поэтому я от души, совершенно от души советую вам пройти такой класс, у меня или у кого-то другого. Смотрите, чтобы вам просто откликался фасилитатор. Идите на отклик, потому что ваше вот это внутреннее знание, оно абсолютно фундаментальное, оно никогда вас не подведет. Первые пять секунд, вот куда тянет, вот туда и надо идти. Фасилитаторов, Аксесс Барс, более чем достаточно. Если вы хотите повыбирать, вы имеете такую возможность. Если вы выбираете пойти на 30 мая на мой класс, я буду безумно счастлива вас видеть, познакомиться с вами лично. Будем обниматься, будем пить чай, будем болтать, будем действительно создавать совсем другой фундамент для вашей жизни. Это очень крутая штука. Сейчас бы я хотела вас спросить, Наташа, прям жизнь на твои после. Спасибо огромное, это прикольно, так приятно вообще. Ну, Наташа, вы просто потрясающая. Книга, кстати, я уже начала читать, она меня просто затягивает. Спасибо огромное за подарок. В Сочи, Алена, скорее всего, я постараюсь его сделать, пока надо посмотреть, сколько будет людей, будем смотреть по ситуации. Я в Сочи точно поеду, и, соответственно, мне нужно, буду я там примерно в начале июня, сразу после тренинга, нашего мега-тренинга, поэтому, если кто-то туда хочет, то можно там, да, пройти класс. Это тоже возможно. Поэтому, пишите в личку, мы с вами обсудим точные даты, и все спланируем. Вот такие примерно планы на период конец мая, начало июня, после мега-тренинга. Дальше все выстроится точно по датам. Вот. Итак, давайте перейдем к практике. Я бы хотела сейчас предложить вам сесть поудобнее, расслабиться, и мы сделаем с вами практику по поводу вот этого напряжения. Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь. Круто! Если вам удается в принципе не напрягаться, это потрясающе. Это просто потрясающе. Редко кому это реально удается. Это очень ценно, потому что большинство людей приучены напрягаться. И якобы это хорошо, якобы это правильно. Вот эта история про правильность, если мы с вами не напрягаемся, очень часто люди в этот момент себя загоняют в неправильность и начинают сами себя судить. Типа, как же так? Мне пришли деньги, а я не напряглась нисколько. Очень часто такое бывает, поэтому я предлагаю посмотреть на это совсем по-другому и наоборот хвалить себя за то, что вы создаете из расслабления. И чем больше вы это будете делать, тем круче. Практика была? Подскажите, пожалуйста. Нет, сейчас будет. Сейчас будет практика, как раз и для этого я предлагаю вам расслабиться, где-то облокотиться, возможно, прилечь, возможно, присесть. Как вам будет комфортно? И прямо сейчас я предлагаю вам ответить для себя на вопрос еще раз, что такое стресс для вас? Какие определения у вас есть по этому поводу? Прямо сейчас поднимите у себя энергию этого понятия. Что для вас стресс? Возможно, это какая-то тревога, возможно, это большое количество денег вызывает у вас стресс, или малое, или их отсутствие. Возможно, отношения для вас стресс. Что у вас вызывает стресс? Возможно, просто позднее возвращение домой ребенка. Все, что для вас представляет стресс, представьте себе это. Теперь ответьте себе на вопрос, как вы это используете? Как вы используете в своей жизни стресс? Сделайте глубокий вдох, выдох, ощутите свое тело, что могли бы вы выбрать вместо всего того, что сейчас всплывает в вашей голове, вместо стресса, напряжения. Какой выбор у вас прямо сейчас есть? Какая осознанность возможна прямо сейчас? Ощутите свое тело, как входит в воздух, в ваши легкие выходят. И почувствуйте, как расширяется энергия, которая выходит за пределы вашего тела. Она становится все шире, и параллельно каждая клеточка вашего тела погружается в расслабление, приятную негу. Все больше и больше расслабляются руки, ноги, грудь, затылок, лицо, глаза и губы. Вы растворяетесь буквально в пространстве и расширяетесь до размеров вашего города, окутывая каждую улицу и включая в свое пространство каждый дом, каждое дерево, каждый кустик. И почувствуйте, как вы расширяетесь дальше, километр за километром. и почувствуйте, как вы расширяетесь до размеров всего земного шара. Вы расширяетесь вправо, влево, вверх, вниз, вперед и назад на все 360 градусов. И каждая клеточка вашего тела ощущает вашу безграничную сущность. ваше тело сейчас внутри вас. Вы гораздо шире и больше. И вы расширяетесь за пределы земного шара. и прямо сейчас представьте красивую голубую, чистую, широкую реку. Это река, в которой плавно течет вода. это ваша жизнь. Она очень чистая. Вы слышите, как она журчит. И вы находитесь в красивой лодке, в абсолютном расслаблении и течете в полном доверии, плывете по этой реке, наблюдая за красивыми берегами, где в изобилии есть все. И это все для вас. И прямо сейчас на этой лодке вы пришвартовываетесь к берегу. И там стоит красивый сундук. И когда вы откроете его, вы увидите там все то, что вы для себя определили как стресс и напряжение. Возможно это какие-то тревоги, переживания, отсутствие чего-то. И прямо сейчас начинайте постепенно каждое определение, которое вы для себя нашли и вынули из своего бессознательного. Начинайте вытаскивать из этого сундука одно за другим, одно за другим и растворяйте в свет. И пока все полностью не вытащите из этого сундука, не останавливайтесь. Позвольте себе течь по своей реке без этого балласта. в вашей жизни есть абсолютно все. Ваша река прекрасна и она содержит в себе абсолютно все. Вам стоит только позволить себе это взять, протянув руку. а то, то, что в этом сундуке сейчас вы можете легко трансформировать во что-то другое. Вытаскивайте каждое определение, которое вы у себя нашли до этого, пока полностью сундук не опустошите. и как только вы почувствуете, что вы закончили, начинайте складывать в этот сундук все то, что вы хотели бы, чтобы было вместо стресса. Что это для вас? Возможно, это легкость, возможно, это удовольствие, наслаждение, кайф, радость, великолепие и изобилие. Что вы хотели бы видеть в своей жизни? Щедро наполняйте сундук своей жизни и забирайте его с собой на лодку, заливайте туда все, что вы хотите видеть в своей жизни. Ощущайте, как все это помещается прямо в вас. Энергия этого заливается в вас. Что если вы станете энергией этой легкости, великолепия, изобилия, удовольствия? Как только вы становитесь этим, это становится неотъемлемой частью вашей жизни. А теперь возьмите этот новый сундук с новым великолепным содержимым с собой на свою прекрасную лодку и посмотрите, какие ощущения прямо сейчас у вас внутри. Что если стресс легко заменить на все то, что мы сейчас с вами поместили в этот сундук. теперь он стал очень красивым. Посмотрите, как он изменился внешне. Возможно, вы почувствуете какой-то аромат, возможно, вы можете на ощупь ощутить разницу, как он поменялся. стресс если вот так легко можно абсолютно все трансформировать? То, что еще вчера мешало, сегодня начнет для вас создавать что-то очень классное. что если можно вот так легко заменить стресс на что-то очень и очень создающее? Почувствуйте, как опускаются все барьеры. Почувствуйте, как вы можете получать гораздо больше прямо сейчас от жизни, от этих берегов, от вашей реки. Позвольте в вашей жизни быть гораздо больше вот этой плавности, поточности и текучести, которую вы сейчас испытываете. Что если вам можно жить легко, создавать в расслаблении, в легкости? И что если так вы создадите намного больше, когда-либо? И вы можете сделать глубокий вдох, выдох, почувствовать снова свое тело, возможно что-то поменялось в ощущениям? Почувствуйте это. Что если прямо сейчас вы можете выбрать быть этим самым расслаблением? Что если прямо сейчас вы можете выбрать энергию расслабления как основополагающую энергию вашей жизни? Энергию легкости? Что если в этом силы? И вы можете открыть глаза, когда вы готовы выйти для этого. Как ваши ощущения? Что если так создавать гораздо проще и гораздо эффективнее и перспективнее? Буду рада если вы поделитесь своими ощущениями девочки. Может быть в теле какие-то ощущения, может быть какие-то осознания, возможно какие-то эмоции необычные, состояния необычные отследили. Эту практику вы можете повторять пока для вас не станет совершенно естественным состоянием легкости. Как в сказке побывал. Класс! Я очень рада девочке. Супер вообще супер супер кайф. Благодарю девочке за вашу обратную связь. Полное расслабление. Кайф. Да девочки и самое что удивительное нашему телу невероятно требуется и оно очень благодарно за такие вещи. И слезы. Слезы да это отпускаете когда напряжение, тогда вы зачастую вот это ощущение и слезы могут быть. Это абсолютно нормально. Цветное яркое тело поет легкость радость. Круто. Спасибо девчонки. Тепло уютно после того как растворилось все негативное свете. да вы знаете как много вот этих болезненных воспоминаний ощущений установок мы держим в своем теле все горит внутри да девочки рекомендую повторять ее я рекомендую прямо буквально трансформировать вот это состояние и только вы можете это сделать никто другой не сможет да нам на многократное повторение точно вот я прям рекомендую повторять ее пока не встроится в вашу жизнь вот это состояние легкости просто поверьте мне это другое качество жизни это может даже сначала так не показаться это может показаться сначала как громкие слова какие-то потому что когда я впервые об этом услышала на своих первых классах подумала что это просто какая-то шутка да вы что да как можно в легкости жизнь такая тяжелая штука но всплывают вот эти программы о том что все очень сложно в этой жизни но я буду повторять все время все что сложно это ложно прям поверьте и когда мы с вами начинаем прямо смотреть в эту сторону совсем по-другому мы с вами реально начинаем видеть возможности создавать что-то легче намного легче и это сказывается на финансах очень сильно то есть их реально становится больше очень сильно сказывается на качестве отношений причем отношений со всем с собой с мужчиной с ребенком с родителями это реально трансформация всех сфер жизни у меня прошла боль в плечах и в шее это волшебство благодарю ребенок на груди под медитацию спокойная стала ой как я рада супер на самом деле спасибо огромное вам за сердечки девчонки прям безумно счастливо спасибо вы знаете вот что такое боль в плечах в шее это тоже про напряжение то есть когда мы с вами вот это все в скукоженом состоянии вот эта вот история про боль в спине я вам рассказывала на своем опыте я реально довела свою спину до того состояния здравствуйте Диана здравствуйте я настолько довела свое тело до состояния вот этого такого уже патологичного напряжения что вот я зарабатывала небольшие деньги а потом еще это все внесла в клинику для того чтобы восстанавливать спину понимаете это был такой замкнутый круг что самое удивительное мы с вами прям попадаем в этот замкнутый круг когда мы с вами начинаем напрягаться все это вот это прямо история вот я девочек учила телесному процессу на классе барах вот это он система трайфл последовательности помните да девочки вот это про это очень круто помогает вот этот замкнутый круг разорвать когда мы с вами очень сильно загнаны в это напряжение и эта история про то что мы по-другому просто не умели нас так научили мы так смотрели на родителей они так жили и создавали но правда ли это работает для вас что если можно по-другому что если вы можете прямо сейчас выбрать совсем что-то другое это конечно такие вещи которые не очевидны порой потому что вот эта история правильности вот эта социальная одобряемость и она очень сильно влияет на нашу жизнь и мы просто даже не замечаем как мы Наташа они пока не заканчиваются все хорошо не переживай мои лекции пока идут все в порядке да аксис кончистос это просто это просто подарок и моей жизни это ну очень многие сферы ну на все собственно говоря на все жизни ой на все сферы на жизни и на жизни видимо тоже но на все сферы жизни реально повлияли эти инструменты потому что их применение дает результат вот так то есть это прям не через год не через там 25 лет вот так понимаете ничего не надо там не знаю копать ничего не нужно сильно разбираться нужно просто так осознать перевыбрать осознать перевыбрать это вот та история которую как только вы выработаете как навык у себя это просто это просто кайф вообще ну то есть меняется качество жизни меняются допускается гораздо больше тех ситуаций тепра тоже об этом конечно потому что на самом деле все модальности об этом вот в чем дело это это просто потрясающе кому что ближе изучайте глубже идите в это меняйте качество жизни это просто невероятно круто когда мы понимаем что можно по другому когда мы понимаем и видим реальные другие совершенно результаты в своей жизни которые мы достигаем гораздо более масштабные гораздо легче я в таких ситуациях каждый раз удивляюсь радуюсь наслаждаюсь благодарю вселенную за возможность знать это за возможность делиться этим я безумно благодарна Академии за возможность делиться с вами этой информацией потому что это такие вещи которые очень много меняют Даша привет тоже тоже моя студентка я безумно счастлива что я вижу среди вас очень многих девочек которые у меня уже прошли классы прошли разные разные направления и уже сейчас наблюдают результаты своей жизни это очень очень ценно Луизочка обнимаю вас девочки вы потрясающие я безумно благодарна вам за то что за то как вы открыты как вы готовы брать информацию за то насколько вы благодарны вот за вот понимаете не просто одно дело услышать и положить в стопку другое дело прям применять большинство из вас реально берут и применяют и в этом колоссальная сила это ну только так можно получать результаты просто сидеть складывать очередной сертификат не знаю очередную лекцию в стол так не работает мы с вами живем во вселенной действия если мы с вами не применяем мы не будем получать результаты я даю действительно очень простые инструменты которые просто нужно внедрить в свою жизнь они очень вообще скончены за простоту за легкость единственное что здесь нужно это вот раскрывать эти инструменты чтобы была ясность прямо с ними потому что они звучат очень просто но пока не раскроешь человек не понимает как ее применять я на своих классах именно для этого и углубляюсь в то чтобы прямо когда мы начинаем с вами применять инструменты в своей жизни мы прямо вот так получаем результаты энергия наша с вами меняется ситуации трансформируются и это ну кайф я просто счастлива что я имею возможность этим пользоваться и рассказывать вам об этом это действительно большой подарок девочки если у вас есть какие-то вопросы пишите пожалуйста мне по поводу темы лекции я буду на них отвечать пришла на тепло Даша я очень рада что я через экран направила вам тепло круто если есть какие-то вопросы задавайте потому что мы скоро с вами будем заканчивать и я смогу вам ответить если они у вас есть все ли получилось с практикой если есть что-то непонятно возможно возможно непонятно как трансформировать в свет на классе все еще более глубоко и понятно да девочки именно так на классе у меня прямо задача всегда раскрыть так чтобы прямо у вас вообще вопросов было минимально чтобы все было понятно второй раз на класс можно прийти да Луиза когда второй раз на класс вы приходите то стоимость уже класса в два раза меньше то есть 50% минус конечно же можно 30 числа будет класс снова важно важно ведь не одноразовые результаты а динамика конечно и это напрямую зависит от того будете ли вы применять одноразовых результаты никому не интересны мне тоже эти все инструменты они как раз таки на многократное применение для того чтобы вы реально внедрили это в свою жизнь и вот так по щелчку меняли свою энергию когда вы отслеживаете состояние напряжения никто не говорит о том что напряжение мгновенно исчезло из вашей жизни но вы будете становиться меньше и меньше и в этом и есть наша цель как трансформировать свет трансформировать свет очень просто то есть смотрите прямо вот физически выкладываете берете вот у вас сундук вот этот вы берете это может быть выглядеть как слова это может быть weaving как какая-то энергия у каждого по-своему может быть какая-то форма у этого слова например слово страх какой-то стресс допустим для вас это страх что-то потерять например или какая-то опасность вы прям берете это слово прям вот разворачиваете и как это превращается как рассеивается и световыми такими просто вспышками, что ли. Вот как вам комфортнее. У меня это такие небольшие вспышечки. Оно все прям уходит, 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 уходит. А потом ты берешь и все, что тебе хотелось бы туда положить, как основу вашего создания, легкость, удовольствие, наслаждение. Вот это, как это выглядит для вас. Для кого-то это как форма какой-то энергии. Для кого-то это прям просто слова написаны. И вы можете прям почувствовать, как это для вас, для вашего тела. И начинаете складывать это в ваш сундук. То есть наполнять этот сундук совсем другой энергией. И это прям ваше, прям чувствуете, как это встраивается в вас. То есть смотрите, важно не просто выгрузили и убрали. Пространство нужно заполнить чем-то. Это обязательно. То есть, ну, святое место пустыню бывает, да? То есть мы с вами его заполняем тем, что мы хотели бы видеть в своей жизни вместо стресса. И когда вы начнете эту практику делать и повторять, вам все будет проще и проще вот эту, осуществлять вот эту манипуляцию. Она очень простая, но она очень эффективная. И она работает на очень глубинном уровне энергетическом. Так. Также можно не только стресс трансформировать, но и любой запрос. В принципе, абсолютно так. Да. Уберите этот сундук, убирайте оттуда то, что вам не нравится. То, что вы, допустим, видите. То, что вас тревожит или еще что-то, или какая-то ситуация. Трансформируйте свет, заменяйте. То есть это прямо реально очень крутая штука. Наташа тоже на второй класс. Добро пожаловать. Это было бы круто. Ой, я буду очень рада. Слушаю сейчас вас во время яхтенной прогулки в Сочи. Это двойная игра. О, Мария, это потрясающе. Тянем энергию девочки с яхтой Марии из Сочи. Это все помним, как тянуть энергию. Лекция номер 4. Потрясающая практика. Очень много обратной связи насчет того, как происходят просто фантастические разные штуки, когда мы с вами используем протяжки. Поэтому не забываем об этом. Делайте. Это результат в моменте, понимаете. Удивительный результат. Девочка прислала недавно буквально отзыв о том, что ее ребенок абсолютно, ну как бы были определенные обстоятельства, что сомневались, как он сдаст там экзамен определенный. И даже учительница поражена, что после протяжки, которую совершила мама, ребенок написал прекрасно совершенно работу. И даже преподаватель говорит, что он не понимает, как это возможно. Но вот так протяжки работают вообще для всех. Вот даже для близких. Вот у меня сейчас сын будет сдавать ЕГЭ. Как думаете, что я буду делать? Ну, я думаю, вы поняли. Открытые вопросы – это уже образ жизни. Ой, супер, Даша, да. Открытые вопросы – это просто огонь. Открытые вопросы и протяжки для меня – это реально часть каждого моего дня. Сколько стоит мастер-класс? Если вы говорите про класс баров, он стоит… Это не совсем мастер-класс, это прям класс, после которого вы становитесь сертифицированным практиком Access Bars. Та самая модальность, о которой, собственно говоря, я и рассказываю, да. Это класс, в котором мы рассказываем, он делается только очно, поэтому обучение стоит 22 тысячи рублей в России фиксировано. В Европе это 300 евро. В Америке, не помню стоимость, если честно, тоже там, по-моему, 300 долларов с чем-то. Вот. В России немножко меньше цена, потому что здесь, ну, как бы для России такая скидка установлена, если в России класс проходит. Цена единая. Если повторно обучаетесь 11 тысяч рублей, если в первый раз 22 тысячи рублей. На данном классе что происходит? Обучаются девочки самой техники непосредственно и огромное количество вербальных инструментов. Класс очень интенсивный, и он идет целый день, прямо вот полный день. Вы получаете за время класса две сессии и дарите две сессии Access Bars. И, соответственно, получаете международный сертификат. Как международный, как практик, вот, вы можете с этим сертификатом делать бары платно и получать, обмениваться в любой стране. Признана данная система в 178 странах. Вот. Этот класс действительно очень такой трансформирующий, очень трансформирующий. Кто проходит класс баров, как правило, реально, ну, очень все меняется в их жизни. Но, опять же, если мы это выбираем. То есть, если вы прошли класс и положили сертификат в сторонку, и просто ничего не практикуете, просто ничего не делаете, вам это не надо, то, как бы, это не будет особо работать. Но если вы будете получать бары, вы будете избавляться от мусора в голове, убирать вот эту самую стрессорность, вы будете создавать из того самого пресловутого расслабления гораздо легче. И, конечно, это невероятно. Когда мы с вами практикуем, у нас больше ясности приходит. И со своими способностями, и со своими сильными сторонами. И у нас уходит мусор о том, что у нас куча-куча недостаточностей в компетенции, в красоте, еще в чем-то. То есть, уходит вот этот мусор, который нам когда-то, не знаю, сформировался в нашей голове, как ограничивающие убеждения, как точки зрения, которые для нас не работают. И качество жизни от этого начинает меняться, потому что у вас восприятие меняется. То есть, это не волшебная таблетка, а это именно инструмент для изменения вашего восприятия. Ну, и те вербальные инструменты, которые я там даю, и раскрываю очень подробно, как они даются на продвинутых классах, чтобы была ясность с ними, потому что просто рассказать о том, что они есть, как в мануале, этого недостаточно. То, соответственно, девочки начинают применять и получать очень быстрый результат, и это круто. После 30 мая следующий класс, ой, трудно сказать, Мария, 30 мая, вот, это вот, наверное, точно практически, а потом вряд ли, потому что я же еду снова в Европу, и мне будет прям сложно говорить о следующем классе. Класс в Москве будет 30 мая, девочки. Все, кому интересно, присоединяйтесь, я буду вам рада. Там же я смогу взять на реконекты девочек, поэтому, если у вас есть такое желание, записывайтесь, потому что мест очень, ну, немного, потому что иначе я просто не осилю. Купила курс о протяжках. Круто. Ой, Наташа, я прямо обнимаю тебя. Наташа живет в Германии, приезжала ко мне на класс в Люксембург, и это был круто, очень класс. Еще Оксана приезжала с Бельгии, это был чудесный класс просто. Как, знаете, как с близкими посидели, отдохнули, поработали, и это был кайф, конечно. Да-да-да, пришло письмо от Горит Дугласа. Да, девочки, все, кто обучился, вы зарегистрированы уже на классе, ой, на сайте Access Consciousness, как практики, так что все серьезно, все официально. Я в восторге от Access Bars, у меня столько энергии, так идеально работать с клиентами в терапии, как психолог, косметолог, у меня скорость после пара выросла. Да, именно вот так работает эта техника и этот навык, и это действительно трансформационные вещи, это очень круто. Катерина, в Европе, да, когда я буду в Люксембурге, это будет июль уже, вот, конечно же, вы можете приехать, и мы с вами организуем класс. Я думаю, что девочки из Европы подтянутся, потому что это очень-очень создающие вещи. Так, если есть еще какие-то вопросы, то давайте пишите, я отвечу, если нет, то мы будем с вами завершать нашу встречу. Я безумно благодарна вам за ваше присутствие, за то, что вы нашли время, потому что я отлично понимаю, что сейчас очень многие, возможно, заняты, это не вечернее время. Я безумно благодарна вам за то, что вы были со мной. Спасибо вам за вашу энергию, за ваше поле, оно, как всегда, прекрасно. Я обожаю вообще наши встречи здесь. Академия — это просто огромный подарок для всех нас, это огромные возможности. Самое главное, выбирайте их, девочки, выбирайте то, что для вас работает, применяйте в своей жизни, и что потребуется, чтобы было больше легкости, больше осознанности, больше получения, больше создания, больших возможностей для ваших жизней, которые будут действительно по-настоящему делать вас счастливыми, свободными, наслаждающимися каждый день. Спасибо вам, дорогие, я очень вам благодарна за ваше присутствие. Спасибо, мои дорогие. Обнимаю вас, всего доброго, хорошего вам дня и вечера. У меня тоже мурашки. Всё, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok